Девушки отдыхают Остаются считанные минуты До финального свиска арбитра Лока впереди, но преимущество минимально Всего один гол И футболистам Спартака для победы Необходимо забить как минимум два гола Ведь правила розыгрыша Кутка Не признают ничейного исхода Идет напряженная борьба Нервы на колено до предела Это можно понять Многие спортсмены шли к этому ключевому матчу целый сезон А некоторые, быть может, и всю свою жизнь С самого детства Еще будучи никому не нужными мальчишками Играющими на дворовых площадках, коробках Или пыльных школьных стадионах Они шли к этому матчу И скажу честно Теперь перед каждым стоит простой вопрос На что ты готов пойти ради своей мечты? Да, что-то сегодня не клеится Игра у наших ребят Но ничего, сейчас перерыв Ребята отдохнут, наберутся сил Возьмут себя в руки И во втором тайме покажут, что такое настоящий Профессиональный, зрелищный футбол А я бы попросил, чтобы они этого не делали Потому что они хотят становиться свидетелями Еще более бездарной игры С такой командой только в детских соревнованиях Принимают участие, и то не факт, что успешно Не переключайтесь, встретимся после рекламы Спасибо Что ты сейчас сказал про ребят? Я бы более жестче ответил бы, если бы не девочки Секси Давай, 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 давай Невероятно, это потрясающий матч Я его раза два, наверное, пересматривал Второй тайм вообще огонь Да, да Фулл HD Датчик движения Все есть? Даже датчик движения есть Да Но он полтинник не стоит Двадцать пять максимум Да ладно Ребят, давайте сделаем так Три двадцать пять Три двадцать пять Ну и в итоге Полтинник У меня вообще денег нет Вот он Какого года модель? Свежак этого года Вообще хороший телек Конечно, хороший Звук только слабоват Звук огонь Перерыв, ребятки отдохнут Соберутся с силами И во втором тайме покажут, что так Ну что? Сорок И селфи Забирай Авторадио Движение Только вперед 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 Тем временем В любимой Казани Светит яркий солнце Вот ты лично Что сделаешь, чтобы Решить проблему? Всем удачи А меня это касается Я не знаю Каким способом Любым Подкупай Угрожай Делай, что хочешь На коленях ползай Тендер на застройку Должен быть наш Все Ну? Чувствуете Запах Родной земли? Тебе не пора Таблятики принять А мы на Авторадио продолжаем Говорить о предстоящем Кубке победителей И как стало известно Буквально только что Специально на скачке Кубка победителей Из Испании Приехал Артур Суров Со своим знаменитым Конем По кличке Принц Я напомню До начала розыгрыша Кубка осталось Всего недели И нас с вами ждет Сумасшедшая борьба Мы не будем меня Мы не будем меня Мы не будем меня Мы не будем Мы не будем Мы не будем Я хочу как вино Чтоб умереть Беланок Сусть в дом Вместе Ни другой Ни домой Не дай тебе Другой Честна Привет, Аня Привет С приездом, Саша С приездом Ты чего так устроилась, Сережа? Мы не успели до вашего приезда Прости Все доделаем В ближайшие дни Вещи давай доставай Доделайте Ну это кто у нас Такой взрослый, а? Здравствуйте Серьезный Да просто устал с дороги Ну наконец-то, а? Ну мы вас Уже заждались Вот далась вам эта Испания У нас яблок в этом году море Да мне эти яблоки в Испании не дают Горячая вода, надеюсь, есть? Да Как же я с детства Мечтал, чтобы у меня была настоящая лошадь Полюбуйтесь, целый табун Артур, а ты еще мечтаешь? Он мечтает о вечеринке на яхте Может потом попереписываешь со своей Агатой Вон лучше, полюбуйся Рубин Наш дорожил Не знаю Взял восемь призов Теперь его не продадут Не, не продадут Не бойся, не продадим Обеспечил себе старость Молодец Так, давай, давай Молодец Ну ты что? Это Вега? Да, Вега А почему ты ее до сих пор не продал? Да как ты не нашел покупателя достойного? Значит, надо было мне сказать У меня есть достойный покупатель Прям сейчас приедет и заберет Саш, тут такое дело Вегу продавать нельзя В смысле? Эта девочка Ее приручила Вега, дикая лошадь Ты вообще о чем думаешь? Так не дай бог Ребенка какого-нибудь копыта ударит по голове Да кроме Кати К ней никто не подходит Понимаешь? А она нашла к ней подход Такие результаты выдают Просто, знаешь, феноменальные Да они могут взять первый приз на этих скачках Саш Ну просто посмотри на них и дели Ну ради меня, пожалуйста Ну ладно Завтра посмотрим, на что вы способны Степушка, мы опаздываем Иду А после тренировки еще шахматы сегодня, ты помнишь? Помню, помню Степ! О, папа! Здорово, родной, привет Привет, папа Как ты вырос, а? Я по тебе соскучился И я по тебе сильно, Степка Ну и силачь ты Отпусти, а то сейчас решетку сломаешь Подарок? Спасибо О, сам Бовка Ника, привет Как дела? Я тебе звонил Я тебе то же самое могу сказать И я теперь много работаю Сейчас Вершинь, нам не столько денег нужно, сколько папа нормальный Ты это понимаешь? Я понимаю Но сейчас у меня тяжелые времена Понимаешь, я Я пытаюсь вернуться на канал, на проект Я без этого не могу Но ты же понимаешь? Именно это я и понимаю Ой, как все хорошо Вот, отлично Настоящий самбист Как раз для турнира Ты это ему на выпускной, что ли, купил? Ты не знаешь, какой размер у твоего сына? Но зато красный цвет Цвет победы Вообще-то, красный мой любимый цвет Класс Так, все, Степ, бери рюкзак Пошли Ника Ника Эту самбовку носить не будешь Она велика, будешь с ней заниматься Понял? А это, шарик, шарик А шарик А для шариков и папы У нас четверг Степ Пока, Степ Пока, пап Ну что, ребят Вот ваш маршрут Запоминайте Старт конюшня От конюшни по дороге в лес Дальше развилка После развилки брод второй флажок Дальше поля с обрывами Третий флажок Ты слушаешь, нет? Пап, да я это так-то все знаю Две трети трассы пройдены Дальше поля В конце поля Поворот конюшни И четвертый последний флажок Всего четыре поворотных пункта И по четыре флажка для каждого из вас Смотри, от пыли не задохни Дальше поля с обрывами Дальше поля с обрывами Дальше поля с обрывами Дальше поля с обрывами Третье поля с обрывами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это сейчас было, сынок? Пап, я заблудился. Ты заблудился, потому что ты раздолбай. Я не тебе, это с Москвой надо решать проблему. Просто одна Испания в башке. Я в машине скоро буду. Заблудился он. Потому что в телефоне вечно торчишь. Как ты собираешься биться за кубок? Я вот девчонкой сделала. Ну что, записываем бегу на турнир? Подумаю. Сейчас в Москву вернусь поговорим. Будет тебе Испания, Португалия. Проконтролируй, чтобы он утром взял карту и пешком обошел весь маршрут. Пешком! Поехали. 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 Витя, а что ты мне сказал, что ты в аэропорт едешь? Это ты? А я и еду. С генералином говорил? Говорил, говорил. И что он сказал? Ну что, сказал, чтобы ты не сидел, сложал руки, забыл про свою команду мечты и поискал себя. А что мне себя искать? Я себя не терял. На центральных каналах тебе делать нечего. Поищи себе какое-нибудь другое место. Ты дурак совсем? Сам ты дурак. Натворил дело. Там, между прочим, уже миллионы просмотров. Кто тебе возьмет? Я все правильно тогда сделал. Ты всегда все правильно делаешь. Стоп. Завершили кувырки. Встали по парам. Ребят, быстрее, быстрее. Так, сегодня отрабатываем бросок через бедро. И начали. Ножки вместе. Захват плотнее, плотнее захват. Ножки, пружинки. Так, молодец. Плотнее захват. Плотнее и резче. Супер! Супер! Степ, да не важно, какой у тебя соперник. Главное выбрать правильный момент. Понимаешь? А как понять, какой правильный? Да ты его почувствуешь. Давай, в два шага. Раз, два. Так, ребят, держим. Степка, выровняйся. Ну, не падай. Егор, Андрей, молодцы. Оксана, отлично. Кто устал, может расслабиться, остальным держать. Ребят, кому выступать на турнире? Дополнительная тренировка. Воскресенье в десять утра. А я буду выступать? Тебе еще рано, Степ. Ты не готов. Я буду тренироваться. Я должен попасть на турнир. Это еще почему? Я хочу победить. Субтитры создавал DimaTorzok Сереж, ну там в обществе. Да успеем. Еще не вечер. Люда, а где Артур? Саша его отправил в маршруту пешком. Андрей, хватит коням мучить. Завтра продолжим. Там еще блинчики со сметаной. Да ладно, ты вот что скажи. Поедем или нет? Да нет, конечно, кто меня отпустит. Артур, я тебя потеряла. Ты где был? Господи, весь в грязи. Что с тобой? Пошли обедать. Не хочу. Катя, Артур-то как? Есть чему поучиться? К чему? Лошадь железом мучит. Все эти прыжки людям нужны. А кони любят ветер. Бла-бла-бла. Сейчас скажи, что вода мокрая. Возможно, Катя так и не умеет. Но зато она быстрее. Твоей Кате просто повезло, что я заблудился. Уверен? 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Боремся, боремся. Степа, в бросок надо входить. Бросок. Хорошо было, молодец. Вставай, боремся. Забирай руку для броска. Дальше захват. Встали, боремся. Встали, встали, борьба. Уходи второй на спину. Бросок. Важно не только почувствовать нужный момент, но и сделать это как можно быстрее. Бросок. Держи, держи, Степка. Держать, держать. Не отдавай руку, будет делать болевой. Терпи, 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 не разжимай замок. Держи, держи, Степка, держи. Вот так. Держи, да. Не сдавайся, прояви характер. Молодец, вот так. О, за тобой пришли. Папа! Сдача! Степ, ну не переживай, все получится. Ну-ка, как Харлампев говорил, слабый уходит или... или становится сильный. При чем здесь это? Где папа? Не надо с ним поговорить. Артур, почему не ешь? Потому что я неудачный. В смысле? Потому что какая-то Катина, какой-то паршивый кобыль, оказала быстрее меня. Ну, это же чистая случайность. Так, пара секунд. Я все равно тобой горжусь и буду гордиться. Ты будешь гордиться неудачником? Сама слышишь, что ты говоришь? Артур, научиться извлекать урок с поражения, это целая наука. Это все равно, как падать с лошади и упасть, чтобы подняться, извлечь урок и попытаться победить. Даже если ты придешь последний, я все равно... Я приду первым, ясно? Да, я думаю, что... Мне все равно, что ты думаешь. Главное, что думает отец. Ты сама чего добилась в своей жизни? Учишь меня тут. Да послушай ты, команда мечты это все для меня. Это все. Я хочу делать этот проект. И я готов пойти на все ради этого. Степан, дружище, прости. Я тут ничего сделать не могу. Генеральный в отказе. Ты должен это принять. Старик, делай все, что хочешь. Иди еще раз к генеральному. Говори ему, что хочешь. Но мне нужно вернуться на канал. Это моя жизнь. Я не могу жить без этого. Ты понимаешь, это мой последний шанс. У меня звонок на второй линии, я перезвоню. Ника, родная, ничего не говори. Я все понимаю, я виноват. Я забыл, что сегодня четверг. Но вылетела из головы. Привет, пап. О, Степка, счастье мое. Ну как ты, рассказывай. Мы сегодня отрабатывали бросок через ведро. Помнишь, что мне показано? Конечно, помню. У меня не получается. Надо выбрать нужный момент. А самое главное, прочувствовать его. Сын мой, большой шкаф громче падает. А самое главное, представь, что есть ты, а есть страх, а есть черта. Тебе нужно перешагнуть эту черту. А страх оставить там, за чертой. И все будет в порядке. Понял? Это я понимаю. Сынок, я сейчас не могу с тобой говорить, я тебе перезвоню. Главное, запомни, никогда никого в этой жизни не бойся. Страха нет. Все, я перезвоню. Здрасте. Степа, папа тебя любит. Ну, просто у него сейчас такое время. И ему сложно, понимаешь? Ну, ты же боец. Не жди ты его каждый раз. Я хотела, чтобы он посмотрел мою тренировку. Шахин, где Лемон Шот вдвоем лидирует. Лемон Лавкин заходит на третье место. Шахин на горку впереди. На втором месте Лемон Шот. На третьем месте Лемон Лавкин. Лемон Лавкин. Люд, куда ты их делала? Да я даже не видела сегодня. Точно? Артур, ты не видел мои таблетки? А это что? Шерсть для вязания. О, шерсть. Алло. Да он на совещании телефон, наверное, отключил. Вега при смерти. Какая вега? Неси еще. Не слышно ничего. Убери ты ее отсюда. Катя, вставай. Вставай, вставай. Сергей Николаевич, я буду с ней до конца. Да какого еще конца? Артуру, иди ее отсюда. Я успокоилась, я буду тихо, правда? Нет, нет, все, иди домой. Катя, Катя, застегай. Это мой зал, я хочу с ней остаться. Что с Сергеем Николаевичем, я буду тихо, правда? Нет, Катя, нет, 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 все, все, завтра приходи. Артур, проводи до дома. Сиди, Николаевич. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Катя, бегаю. 것도ате. С PRIME Я наличие это, конечно. Если она умрёт, я с ума сойду. Она не умрёт. Когда в первый раз на конюшню пришла, мы с ней глазами встретились. И я сразу поняла, что Яга моя лошадь. Она тогда кусалась, брыкалась. Никого к себе не пропускала. Тебя она не кусала? Ни разу. Просто до неё дела никому не было. Вот и всё. Она вольная лошадь. А тут, конечно, водит по манежу сюда-сюда кругами. Но Вега – она же личность. Мы с ней каждый день гуляли, каждый вечер. Она меня чувствует за километр. Я только к конюшне подхожу. А она уже стоила копытом бьёт. Если она умрёт, я не знаю, что я буду делать. Всё будет хорошо. Ну, сердце в норму привели, это очень хорошо. Через пару дней будет как новое. Ну, давай, я в город. Хорошо. Тише, тише, Леша, отдыхай. Отдыхай. Отдохнём чуть-чуть и вперёд. Мы с тобой ещё первый приз возьмём. Почему ты хочешь взять этот приз? Чтобы её не продали. Вбин взял восемь призов, его не продают. Плохая примета, удачи свою продавать. Слушай, я видел, что ты ей говоришь, и она начинает ускоряться. Она что, тебя понимает? Когда мы скачем, я слышу два сердцебиения. Её и своё. Эти два стука, они в один сливаются. Я слабляю погодья, и она понимает, что она свободна. Тогда мы летим. Подношу к ней свою руку. От неё ток идёт. От меня ток тоже идёт? От меня ток. От меня ток. От меня ток. Ммм. Спасибо. Ну, ничего так. Пич-то. И давно ты в этом бизнесе... два дня. Ты мне ображен, но я всё равно не понимаю. Как так? Ты же Степан Вершинин. Ты умер нескольких поколений. Ты звезда. Звезда эфира. Чего ты закопался в этой... В этих четырех сырах? Это временно. Так жизнь сложилась. Да я тебе больше скажу. Знаешь, почему это все случилось? Знаю. С сыном разговаривал по телефону, но и знак не заметил. Ничего подобного. Это вот судьба тебе вот знаки подает, чтобы ты свой шанс и свой талант не закапывал просто так в эту пиццу. Кстати, сколько сыну? Восемь. Восемь? Ну, чего маленький. Мой постарше. Чем занимается? Самба. Самба хорошо. Мой в конном спорте. Один из лучших. Кстати, а ты как к конному спорту относишься? Нормально. Ну, лошадей любишь? Конечно. Они красивые. Поедешь со мной? Куда? Ты будь поближе, я не боюсь, так о мое чувство, знаешь, как и решать. Я поделюсь с тобой, не волнуйся. Я слышу сердце, там слышу волны, там слышу мой мир, сразу согрелся. И так спокойно, главное помнить. Любовь равновесие. Любовь равновесие. Любовь навсегда. Это не любовь. Вот тогда и когда она есть во мне Море внутри меня Синие, синие, полны внутри меня Сильные, солнце живёт во мне Синие, синие, полны внутри меня Сильные, солнце живёт во мне Моё солнце живёт во мне Рядом с тобой все смотрится прежним, чистым и свежим. Вот мое солнце, это навечно. Вот моя нежность, вот мое счастье. Видно сквозь воду, моя свобода. Спасибо, Женя. Люд, подойди, пожалуйста. Посмотри, я правильно делаю? Так, вот, в петельку закидывай, ниточку. Ручки, ручки, расслабь. Никогда не думала, что вязание может быть таким интересным. Ой, а как успокаивает. Вот это было в кармане твоей куртки. Здесь осталось несколько штук. Где остальные? Ты их съел? Я их не ел. Он их съел. Это же не просто таблетки, это антидепрессанты. Здесь была лошадинная доза. От этого погибнуть можно, ты понимаешь? Кать, я не... Подожди. Поехали. Поехали. Здравствуйте. Привет, я хотел от тебя. Это тебе. Это вам. Раз, два, бросок. Встали, болимся, болимся, болимся. Два шага. Раз, два, бросок. Встали, болимся, болимся, болимся. Правой рукой цепляй спину. Бросок. Через бедро бросок. Стоп, стоп. Следующий. Я смогу. Чего ты сейчас в ходу приедешь? Мне бы более жестче. Сейчас, видите. Руби, бед, руби, бед. Возлетай камеру. Субтитры подогнал «Симон» Ника, привет, родная. Как дела? Привет, пап. Меня взяли на турнир. Степка, счастье ты мое, привет. А когда? 25-го в 11 часов утра. Приходи. Конечно, приду. Я посмотрел. Это не четверг. Ты там скажу на работе, что у тебя в этот день выходной. Степка, подожди. Ну, конечно, приду. Я же сказал, приду. Значит, приду. Не волнуйся. Только не забудь, ладно? Да не забуду, Степка. Приду обязательно. Степа! Ладно, пап. Пока. Целую. И я тебя целую. Пока. Ну, а что папа сказал? Обещал прийти. Лично. Лично. Только вот я не очень люблю, когда кто-то берет мои вещи без спроса. Ты же тоже этого хочешь. Я знаю, что у папы трудное время. Но если мы не будем его звать, он может никогда не прийти. Удачи. Я делаю своё метод. Хорошо. Я убеду. Пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Куда идти? Пойдемте, я вас сейчас провожу. Здесь у нас комментаторская. Отсюда вам хорошо все будет видно. Располагайтесь, пожалуйста. Может чай, кофе? Или что-нибудь покрепче? Да не, мне просто воды. Хорошо. Сережа, можно тебя на минутку? Напомни мне, кто давал команду Вегу на турнир записывать? Так я думал... Сережа, много думаешь. Меня твои инициативы в последнее время пугают. Так что, снимать из турнира? Ну зачем? Пусть участвует. Если уж ты так решил. Ну, как настроиться, ну-ка? Боевой. Волнуешься? Нет. Молодец. Ты всех сделаешь. Не сомневайся, у тебя лучший конь, у тебя лучший папа, а у меня лучший сын. Не волнуйся. Ты хотел, чтобы я был, как ты, и я буду. Таким, как я? Никогда я этого не хотел. Я хотел, чтобы ты стал лучше, чем я. Удачи. Это что такое? Да так, для ютуба. Какой ютуб? Убирай его отсюда. Ты оглох совсем? Так, это... Это по распоряжению, сурово. Таня, 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 Таня! Что ты волнуешься? Дай табляточку. Да я их выбросила. Убери, не позорь меня. Похудей, не позорь меня. Итак, здравствуйте, дорогие любители конного спорта. С вами спортивный комментатор Степан Вершинин. Ну что ж, друзья, участники уже на поле? То есть, на дорожке. И позвольте мне представить наших спортсменов и их лошадей. Под номером один расположился опытный жакей. Один из фаворитов сегодняшнего заезда. Артур Суров на своем принце. Его соперники тоже опытные жакеи. Итак, все замерли. Все с нетерпением ждут, когда дадут старт. Под номером два пара Тагеев на ласточке. Третий Николай Геляров и его пегас. Четвертый Григорий Смолов на громе. Ряд ли Равиль Фацлиев и конь Ветреный. Шестой Ильдар Хасанов на эйбульсе. Под счастливым седьмым номером расположилась дебютантка. Одноклубница Артура Сурова, Екатерина Афанасьева. Ее лошадь Вега. Дан старт, друзья. И вперед вырывается Агеев на свои ласточки. За ним Смолов и его гром. И что удивительно, Артур Суров на принца уступает и лишь замыкает тройку лидеров. Сразу за ним Екатерина Афанасьева на веге. И что мы видим? Кажется, Агеев и Смолов решили взять Сурова в коробочку. Грязный прием. Ах, какая опасная ситуация. Так, выходит вперед Агеев. За ним Смолов. Принц под седлом Суров заметный креет скорости. И его обходит Екатерина Афанасьева. И теперь она замыкает тройку лидеров. Какое неожиданное начало, друзья. Но это скачки. Здесь все может измениться в любой момент. Ах, какие страсти, какой накал. Скачку ведет по-прежнему Агеев. Остальные заметно отстали. При входе в поворот Екатерина Афанасьева вновь улучшает свою позицию. И теперь она и ее лошадь Вега занимают второе место. В борьбу изо всех сил пытается включиться Суров. Но что мы видим? Афанасьева выходит вперед. Объясните мне, что за чудо-лошадь у этой девочки. Вега просто летит. Агеев заметно уступает. И теперь он третий. Посмотрите, принц пришел в себя. И Артур Суров готов побороться за первое место. Он активно включается в гонку и преследует свою одноклубницу. Уверен, что у Сурова, как у очень опытного жокея, есть план, как обойти Афанасьеву. Ведь он не привык проигрывать. И сейчас, мне кажется, вопрос только один. Кто из них, Артур или Екатерина, больше заряжен на победу? А ведь Афанасьевы и Суров одноклубники и наверняка изучили слабые и сильные стороны друг друга. Какая борьба, друзья. Какая гонка. Вы посмотрите, что делает Артур и его принц. У меня полное ощущение, что вы так же не касаете земли. Да. Когда мы скачем, я слышала сердцебиение. Ее и свое. Я подношу руку. Под нее ток идет. Я ослабляю поводи, и тогда мы летим. Я не могу поверить своим глазам. Каким-то чудом Артур Суров заметно ускоряется и выходит вперед. Вы посмотрите, он просто летит к финишу. Вот что значит стремление к победе. Вот что значит настоящий спорт. Мы видим невероятный разрыв между Артуром и ближайшими преследователями. Семь корпусов, нет, девять. Мне тут подсказывают 14 корпусов. Ну что ж, дорогие мои, победитель очевиден, и никаких пенальти здесь не потребуется. И этот победитель Артур Суров на принце. Вот она, вот она, финишная прямая. Екатерина Афанасьева изо всех сил мчится за Суровым, но догнать его уже невозможно. Афанасьева изо всех сил мчится за Суровым, но догнать его уже невозможно. Я не понимаю, почему-то Артур Суров начинает останавливать принца перед финишем. Вперёд! Артур! Финиш, ну пересеки зеркало-то! Суров резко останавливает принца прямо перед финишем. И решается своей победы. Что же он делает-то, а? Я не понимаю, честное слово, что случилось, но первую черту пересекает Екатерина Афанасьева на своей веге. Финиш, ну пересеки зеркало-то! Видела? Видела вот эту специальность? Паршивец. Вот оно, твоё воспитание. У самого финиша остановился. Лишь бы мне назло. Да это он не тебе назло. Это он для Кати старался. А это тебе. Не Брионе, конечно, но зато своими руками. Если честно, я поражён. Я даже хочу вам сказать, что этот забег, это... Это достойно финала Лиги Чемпионов. Фух, ну надо же. Игорь, давай быстрее, включай камеру. Опаздывай, бегом. Мы ведём прямое включение с Казанского ипподрома, прямо за моей спиной, финалисты Кубка Победителей. И прямо сейчас мы узнаем, кто же стал обладателем главного трофея. Ну что ж, впервые Кубок Победителей достается представительница женского пола. Я от всей души поздравляю Екатерину Афанасьеву с победой. Она и её лошадь Вега показали настоящую борьбу, настоящую схватку. Молодец, Екатерина, так держать. Ну а второе третье место достается представителям одного клуба. Парату Акееву и Григорию Сволову. Ну что ж, я поздравляю наших молодых жакеев и, конечно, всех наших зрителей с этим невероятным забегом. Это что было? Что? Ты поддался. Я поддался? Нет, этот принц остановился прямо возле самого финиша. Я не знаю, наверное, что-то испугался. Держи. Нет, он твой веган. Да я знаю, он просто очень тяжёлый. Не теряй больше. Открылёй. Да я не теряю. Открылёй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Степа, самое главное, не волнуйся, вы все получите. Степа, по машину пой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Вершинин, ну ты старик крутой. Я всегда в тебя верил. То, как ты отработал этот заезд, эти скачки, это фантастика, а? И как круто, что это все транслировали в Ютуб. Там такие просмотры. Короче, что тебе надо? Значит так, ты же понимаешь, что это теперь новый формат вещания и детского спорта вообще в стране. Собирайся и срочно сюда. А, прям сейчас, что ли? Слушай, да здесь весь офис на ушах ходит. Генеральный хочет с тобой поговорить. Это шанс. Твой шанс, понимаешь? Срочно сюда, я тебя жду. Пожалуйста, притормозите. Я, я сегодня вообще не смогу приехать. У меня у Степки турнир по самбо. Я должен быть с ним. Ты чё? Какой турнир? Да тебе Степка потом еще сто раз спасибо скажет. Алло, алло. Борьба. Борьба. Четыре балла борцу с синим. Боремся, боремся. Два балла борцу с синим. Никогда никого в этой жизни не бойся. Страх нет. Чистый бросок. Чистую победу одержал Вершинин из клуба «Скиф». Уже полчаса ждем. Он что, не мог на другой день назначить? Ты с ума сошел? Ты знаешь, сколько я об этой встрече договаривался? Ты понимаешь, как это важно для тебя, для меня? В общем так, о твоем возвращении и о проекте говорить буду я. Да и выключи свой телефон, наконец! Константин Семенович, добрый день. Здрасте, Константин Семенович. Вот и Вершинин пришел извиниться. Прошло время, он осознал. Ну что ты молчишь-то? Да, вы меня простите. В общем, был неправ, погорячился. Да, Константин Семенович, он очень хотел вернуться, и он вернулся. Но вы же сами знаете, он лучший комментатор России. Привет, старик. Здрасте. Рад тебя видеть. Садись. Спасибо. Константин Семенович, а я тут что подумал? Помните, мы с вами разговаривали о том, что можно сделать проект специально под Вершинина? Команда мечты о детском и юношеском спорте. Это же новый формат, совершенно новый, семейный. Это гораздо больше аудитория, большие рейтинги, новые контракты. Мы можем хорошо заработать. Контракты, контракты, рейтинг. Ну что, Степа, возвращаемся? Да, спасибо большое, возвращаемся. Но, мне кажется, еще знаете что, как бы вам это объяснить? Ведь не бывает большого спорта, или маленького спорта. Спорт может быть только настоящим, и это важнее всего. Старик, вот сейчас я пожалел, что не включил диктофон. Важнее рейтингов. Может быть только доля. Да. Все. Может дело в деньгах? Но я вроде тебя никогда не обижал, правда? Да вырубит весой, телефон уже. Все, ну ты решай что-нибудь. Вот. Проблема выбора и правильное решение. Молодец. А я же говорил, Вершинин, он наш человек. От всего может отказаться ради проекта, ради канала. Что? Повтори, что ты сейчас сказал? Так чего? Я сказал, что ты от всего можешь отказаться ради канала. Пошел ты знаешь куда. Степа, Это вот сейчас ты только его послал или с копом обоих? Да ну что вы. Конечно, вот только его. К сожалению, я вынужден сейчас бежать к сыну. У него сегодня важный день. У него соревнования по самбо. Первые в жизни. И я должен быть с ним. И он ждет меня. Очень давно ждет. Простите. Че, с ума сошел? Извиняться за ребенка. Ты что? Знаешь, начальников у тебя будет много, а ребенок один. Я б так же поступил в свое время. Поздно. Давай, удачи тебе, старик. Все в порядке. Спасибо за понимание. Константин Семенович, простите, ради бога, я даже не понял, что это было. Иди сюда. Слушай, а ты бы вот что выбрал между каналом и ребенком? Ну, конечно, канал. Да ладно. Да. Иди отсюда. Дворцы на середину. Финальный поединок. Виржинин из клуба Скин и Фоменко из клуба Сибиряна. Пожали руки. Борьба. Один балл синему. Два балла борцу в красном. Считаю держание. Не считаю держание. Стойка. Два балла борцу в синим. Считаю держание. Не считаю держание. Стойка. Боремся, боремся. 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 Один балл борцу в синим. Два балла борцу в синим. Штальблей! Степка, давай! Давай, сынок! Давай, Степа! Степа! Не считай, болевой! Стой-ка! Молодец! Степа! Давай, Степа! Давай, 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 Степа! Четыре балла борцу в красном. Считай, болевой! Давай, молоденький! Давай! Давай! Сдача! Молодец! Победу одержал Вершинин из клуба «Скид». Пожали руки. Папа! Молодец, Степка! Молодец! Папа! Молодец, Степка! Молодец! Папа! 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 Когда за мечтой Идти станет сложно И сорванный вдох исчерпает до дна Последний резерв Поддержит любовь Как мама поможет Руками отца тебя к небу подняв Та силы тебе Идти за мечтой Пусть даже не верит в тебя вся планета На грани рассвета всего ночь темней До ночи сильней Ведь рядом с тобой Родные сердца бьются в ритме победы Чтоб дать тебе силы в дороге любой Идти за мечтой Идти за мечтой Идти за мечтой Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok